И теперь я перехожу к геохронологической шкале, которую вы должны уметь рассказывать очень подробно. Вся история планеты делится на эоны. Я вам так хочу сказать, планете примерно, по мнению учёных, около 5 миллиардов лет. Есть данные разные, немножко там 4,6 миллиарда лет. И я сейчас покажу вот эту вот вся история Земли. Вот здесь она из газопылевого облака в космосе появилась. Сначала была очень маленькая Земля, потом она стала увеличиваться. И первый эон, который мы здесь должны обсудить, это, он будет очень большим, вот он. Это криптозой или докембрий. А второй эон — это фанерозой. Вот так я сейчас всё рассказываю, запоминайте всё сразу, потому что тут очень всего много. Криптозой, он или докембрий, как и фанерозой, уже это эоны, которые делятся на эры. Эры точно будут ега. Эры вам могут там перемешать, поставить в разные. Вообще-то здесь одна есть эра, которую в основном в учебниках не пишут, она называется катархей. А потом идёт архей и протерозой. Катархей — это когда жизни вообще ещё не было на планете. Поэтому это была такая водная, так сказать, территория. Да, здесь не было жизни. А вот архей и протерозой — здесь уже в архее появляется первая жизнь, вот эти первые бактерии. И на что я вообще хочу фокусировать? Я хочу фокус сделать на ароморфозах. Хочу напомнить вам, что такое ароморфоз. Есть понятие «биологический прогресс». Биологический прогресс имеет критерии определённые. Ну, например, вы должны… А, кстати, такой вопрос с ЕГЭ был. Объясните, что представляет собой биологический прогресс. Приведите три положения. Первое. Увеличивается численность особей всегда при прогрессе. Второе. Увеличится территория обитания или ареал обитания. И третье. Если вопрос, поднимайте руку. И третье. Это увеличивается количество надвидовых систематических групп в определённой группе особей. Ну, давайте так, не в определённой группе, лучше так напишите, что при биологическом прогрессе увеличивается число надвидовых таксонов. Ну, помните, например, почему мы говорим сейчас, что биологический прогресс, вообще-то он характерен как бы не для одной особи какой-то, а для групп каких-то, то есть для каких-то систематических групп. Например, можем сказать, что у класса насекомых сейчас прогресс биологический. Почему? Да потому что у них отрядов полно. Смотрите, отряд там жёсткокрылые, бабочки, стрекозы, полужесткокрылые и так далее, и так далее. Равнокрылые, прямокрылые. Почему? Когда вот таких много таксонов надвидовых, это говорит о прогрессе. И вот это вы и пишите здесь. Можно ещё четвёртое добавить. При прогрессе увеличивается выживаемость организмов, растёт кормовая база и увеличивается приспособленность к условиям обитания. Всё. Вот это такое, ну, самое главное, это эти три. Ну, лучше четвёртое ещё написать. Это прогресс. Так вот, это я вам не зря про прогресс сказал. Это я вам сказал только, что такое биологический прогресс, забегая вперёд. Но есть ещё такое понятие, как пути его достижения. Что такое прогресс вы теперь знаете? А как его достичь? Это вообще другой вопрос. Так вот, как можно его достичь? Первый вариант. Резкий скачок сделать уровень организации — это ароморфоз. Он резко повышает уровень организации. Какие-то системы перестраиваются резко, и организм начинает лучше приспособленнее становиться. Второй вариант. Можно, наоборот, дегенерацию осуществить. Например, это вот плоские черви. Они у нас, многие, потеряли кишечник. Потеряли вообще пищеварительную систему. Но при этом у них, по сути, идёт тоже прогресс. Их достаточно много, потому что она им не нужна. Иногда надо от чего-то избавляться, отказываться. Кстати, это вообще такая глубокая философская идея — от многого отказываться. Вот когда у этого, как же там, мне эта вообще идея очень нравится. Есть такой, какой-то был философ японский. Он, знаете, как у него принцип звучал? Короче говоря, такая бритва Аккама. Его звали Аккам. Он говорил, что надо от многого отказаться и сфокусироваться на целях. Потому что люди, они от многого не отказываются. И то им надо, и это, и это, и это. И здесь они, и там. И, в общем, много всего. А ничего конкретного у них нет. Вот так и получается. Вот ученик должен от многого отказаться, бесполезного времяпровождения, сфокусироваться. То есть отрезать многие такие моменты, которые ему не нужны, лишние. Так. А, ну и вообще дегенерация, мы сказали, да, что это отказ от каких-то систем ненужных. Ну и третье — это идеоадаптация. Можно просто мелкие частные приспособления получать. Например, у насекомых появились разные, разного цвета лепестки, да, которые привлекают насекомых. Одни больше, другие меньше. Различные виды корней, различные виды плодов, очень своеобразных и многообразных для распространения. Это всё идеоадаптация. Это мелкие частные приспособления. Мы будем говорить сейчас пока о бароморфозах. Нас они очень интересуют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова